Скамейки запасных. Барселона атакует Исакуэнка. Двигается с мячом по левому флангу. По штрафную здесь Месси. Скидка под удар. Бьет Хави. 1-0. Вот так. Четвертая минута. И мяч Хави позволяет Барселоне очень-очень быстро. Скромно. Со счетом 1-0. И также единственный мяч тогда, правда, ударом со штрафного. Вот. Еще любопытнее, что тот самый матч стал для него особым. 392-м в национальном первенстве. И тогда Хави превзошел достижение защитника Барселоны Мигели. Есть еще и свой матч в запасе. Исакуэнка здорово обыграл. Подает штрафную. Месси бьет. Штанга и мяч в воротах. Месси. Лео Месси забивает свой 232-й мяч. Месси в официальных встречах в составе Барселоны. Рекорд Сесара Родригеса повторяется. А это ведь рекорд всех времен. И всех народов, когда-либо игравших. Они готовились. Они ждали. Я вам даже по секрету скажу. Они знали, что Месси в этом матче забьет. Но разница. И Лео Месси будет самым-самым результативным. Вообще вот эта история с подсчетом количества мячей, которые были в активе. С этим образом Месси нужно было забивать 4 или 5 в одном вот в этом матче. Для того, чтобы удар. Стандарт. Это просто мега шанс для Гранады. По тому, как сегодня идет игра. Удар и гол. Вот так вот капитан команды. Майнс. Отыгрывает один мяч. И нам показывали. Есть и те, кто симпатизирует Гранаде сегодня на Камп Ноу. А не Жерард Лепике. Вообще забил свои ворота. Нет. Диего Капеля. Смотрите, убежал от Данялвиса. Ну а что дальше? А дальше пенальти ставит арбитр. Вот это да! В этом матче появляется интрига. Барселона может пропустить 2 мяча за 15 минут второго тайма. Как знать, может и такая мысль проносится сейчас в голове. Но пенальти правда был. Данялвис как-то совсем непонятно сыграл в этой ситуации. Очень здорово подставился Дани Бенитос. Но это ни в коей мере, мне кажется, не отменяет. И не ставит под сомнение решение арбитра. Дани Бенитос был... Хорошо пробил Секейра. Увидел, что Вальдес, который фактически даже с МС не заканчивается ударами по воротам. Ну а здесь надо молчать. Дани Бенитос. Кстати, молчать здесь надо было и ассистенту. В смысле и главному арбитру не давать свисток. Месси был на линии офсайда. На грани офсайда. На одной линии с защитником гранады. Хотя более детальный просмотр может и заставить в этом усомниться. Но, честно говоря, сейчас делать это не хочется. Тем более нам и повтор. Подобно не предлагают. Вот Лео Месси забивает 233-й мяч в официальной встрече в составе Барселона. Его ворот от своего партнера. Какая атака! Какая атака! Со времен поединка против Валенсии. Закончившегося 5-1. Ну и 7 было в Лиге Чемпионов. 5 из них на счету Месси. Здесь, конечно, ему не запишут. В старте так часто выпускает. Браво! Браво! Хэт-трик! Голевый пас Дани Алвеса. Ну а Месси в таких ситуациях разбирается, пожалуй, лучше всех в мире. Ну и как теперь? Пас на Дани Бенитос сам. Тому бы только со своей скоростью совладать. Но как вот сейчас Дани Бенитос не поднял го... Еще один пенальти! Вот это да! Дани Алвесу желтая карточка. Что там, мяч в руку ему попал? Чудовищная потеря для Барселоны. Она будет играть с Мальоркой в гостях. А Дани Алвес получит возможность передохнуть перед матчами Лиги Чемпионов. Ну не знаю, мне кажется, что... Так или иначе, Гильермо Секейро второй пенальти в этом матче. Но Гильермо Секейро пижонит. Пижонит и так же уверенно, как и в первый раз, в лицо этому человеку. Правда? Ну а те, кто так думал, поздравляю с выигрышем. 8 голов. Идет последняя минута. 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 Продолжение следует...